Герой Советского Союза Тушинского аэродрома в день авиации с восторгом смотрели на блестящее выполнение фигур высшего пилотажа. Командир отважной девятки летчиц, Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта Марина Павловна Чечнева. Имя этой женщины известно всей нашей стране. Золотая звезда героя, 14 орденов и медалей говорят о ее подвигах в годы Великой Отечественной войны. «Я мечтаю быть пилотом в нашей радостной стране, обогнать на самолете птицу в синей вышине». Еще не закончив среднюю школу, Марина подала заявление в один из московских аэроклубов. «Хочу летать», заявила она начальнику аэроклуба. Пожилой полковник с удивлением смотрел на черноглазую девочку. Ее настойчивость и решительность нравились ему. Но что он мог сделать, если ей только 15 лет? В ту ночь Марина не спала. Она долго и безутешно плакала. А утром решила, я все равно буду летчиком. Это моя цель в жизни. Ровно через год она сделала свой первый самостоятельный вылет. Это было в 1938 году. Потом в жизни Марины Чечневой были сотни вылетов, но первый остался в памяти на всю жизнь. Тогда она провела в воздухе всего 20 минут. Но какие это были минуты? Машина плавно неслась по воздушной глади, повинуясь малейшему движению руки. Девушка летела над землей, радуясь солнцу, небу, простору. В июне 1941 года Марина впервые по путевке поехала к Черному морю на Юбыка. Морская стихия очень напомнила ей воздушную. Утро выдалось несколько пасмурным, но море было великолепно. Вернувшись с ранней прогулки, Марина узнала, что началась война с фашистской Германией. «Только на фронт! Бить врага с воздуха!» заявила Марина в аэроклубе. В годы войны Марина Чечнева в составе 46-го гвардейского Таманского женского авиаполка на самолете У-2, позже ПО-2, совершила 810 ночных боевых вылетов, нанося бомбовые удары по укрепленным вражеским пунктам. Больше ста тонн бомб сбросила она на врага. Более тысячи часов провела в воздухе, выполняя боевые задания. Сотни раз прилетала она в самолете, иссеченном пулями. Опасности подстерегали летчицы на земле. Однажды ночью, во время боевой работы, на старте вспыхнул пожар. Из-за каких-то повреждений в электропроводке загорелся самолет. Рядом, крыло в крыло, стоял самолет Марины Чечневой, полностью заправленный горючим с подвешенными бомбами. В один миг Марина оказалась около своего самолета, приподняла его за хвост, и одна откатила машину на безопасное расстояние. Когда же пожар был ликвидирован, то потребовались усилия шести девушек, чтобы поставить самолет Чечневой на прежнее место. Подруги несказанно удивились, узнав, что несколько минут назад Марина одна тащила груженный бомбами самолет. Ну и богатырь, шутили над ней. Богатырь, среднего роста, весом меньше полсотни. Сама не понимала, как ей это удалось. Она удивленно глядела на самолет, хлопая длиннющими ресницами. Женский полк ночных бомбардировщиков принимал самое активное участие в освобождении Крыма и Севастополя. Вечером 9 мая 1944 года с бомбами летчицы взяли курс на мыс Херсонес. Там, на самом краешке Крымской земли, еще оставались немецкие части, надеявшиеся на эвакуацию. Работал аэродром. Советское верховное главнокомандование уже не принимало их в расчет. В тот день сообщили, что Крым освобожден. Вдруг земля под самолетом Чечневой вспыхнула небывалым залпом разноцветных огней. Стреляли на огромной площади, от Качи до Балаклавы. Палили из всех видов оружия. В первое мгновение у летчицы мелькнула мысль, что враг неожиданно прорвался с Херсонеса. Не может быть! Да ведь это же салют в честь освобождения Крыма! Это был первый салют, который она видела в своей жизни. Потом их было много, особенно в Москве после войны. Но всегда, любуясь фейерверком праздничных огней, вспоминался тот, первый, стихийный. Марина, полюбившая море с первого взгляда, надеялась, что у нее и ее подруг будет хотя бы несколько дней отдыха. Но, подчиняясь приказу, полк вылетел в Белоруссию. Отгремела война. Марина вернулась в родную Москву. В Центральном аэроклубе имени Чкалова она занялась подготовкой воздушных спортсменов. Сама установила мировой рекорд скорости полета на спортивном самолете Як-18. 500 километров летчица пролетела за 2 часа 4 минуты. Это был первый послевоенный авиационный рекорд, установленный женщиной-летчицей. Марина мечтала о космосе. «Мне слава не нужна. Главное – летать». Стихи Леонида Мартынова как будто написаны о ней. Это почти неподвижности мука Мчаться куда-то Со скоростью звука Зная прекрасно, Что есть уже где-то Некто, летящий со скоростью света. Годы не унесли любовь к воздуху, авиации, которой она отдала 18 лет. Авиационные спортсмены Центрального и московских аэроклубов ждали первого космонавта в гости. Марина Павловна волновалась весь день. Какие вопросы задать космонавту? А когда увидела его, только и могла сказать. «Дорогой Юрий Алексеевич, разрешите мне от имени женщин-летчиц поздравить вас с подвигом». «Я давно вас знаю», сказал Гагарин. «Когда учился в Саратовском аэроклубе, к нам прислали Як-18. Из формуляра мы узнали, что на нем летала на воздушном параде Марина Чечнева. Для нас, курсантов, вы всегда служили примером мужества высокого спортивного мастерства. Мы с вами, как бы авиационная родня, летали на одном самолете». Такие летчики, как Марина Чечнева, своим трудом, мужеством помогали готовить полет Юрия Гагарина. Это и они прокладывали путь в космос, путь к далеким, неизведанным мирам. КОНЕЦ